Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Канал Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь, рассказывайте о нём всем своим друзьям и знакомым, ставьте лайки, размещайте это видео где-нибудь у себя и так далее и тому подобное. Я очень люблю, когда у меня подписчиков становится всё больше и больше. Я продолжаю играть в дуэльном турнире. Это уже седьмое видео из цикла «Как играть дуэль». Напомню, что я уже вошёл в число четырёх лучших и это второй матч с китайцем с ником GQL Radio. Напомню, я с ним встречался в одной четвёртой финала, проиграл ему, но он сам проиграл в полуфинале и таким образом по ветке лузеров мы снова встретились. Тот, кто из нас проиграет, займёт четвёртое место, а выигравший выйдет на матч с проигравшим в финале винеров и будет уже бороться за третье-второе место. Хочу вас сразу предупредить, к моему большому сожалению, это видео может вас разочаровать. Я не хочу раскрывать интригу, потому что если я сейчас скажу, почему оно вас может разочаровать, может быть, опять-таки будет в комментариях, что вот, раскрыл интригу. Как бы так сказать попроще. Я вообще на самом деле думал, выкладывать ли это видео, делать или нет его в итоге. Но, чтобы держать нить повествования, вот раз... Ого, у меня тут такой гром за окном, такой дождь сейчас в это время идёт. Так вот, чтобы держать нить повествования, как раз я начал с первого матча и, надеюсь, дойти до того матча, где для меня турнир закончится, то, видимо, это видео стоит выложить. Тем более, что оно всё-таки не короткое. Вот сейчас я гляну на временную шкалу. Мы поиграли почти четыре часа, так что тут есть о чём рассказывать. Но всё-таки тут будет один очень неприятный нюанс. Странный и... Ну ладно, до него ещё дойдём. Итак, после вычёркивания наций, мой соперник... Осталось три нации. Эфиопия, Франция и Майя. Мой соперник выбрал Эфиопию, я же взял Францию. Смотрим на местность. Я сначала, как появилась карта, подумал, о, классно, можно будет Петру строить. Но, к сожалению, вот всего две клетки пустыни видны. И, видите, вот справа три холма. Если бы они были пустынные, то я бы, бросив всё, быстрее нёсся бы к Петре. Но, к сожалению, они не пустынные, равнинные. Вот вверху ещё один холм. Забегая вперёд, могу сказать, что, в принципе, вот это всего лишь две пустынные клетки будут. Поэтому нестись тут к Петре и вообще, в принципе, строить Петру тут смысла особого не имеет. Но стоит ещё поговорить о выборе наций. Вообще, меня удивил выбор моего соперника Эфиопии. Я думал, он возьмёт либо Францию, либо Майя. И я бы тогда взял оставшуюся. О, кстати, я нахожу своё любимое чудо природы. Два яблочка и шесть, по-моему, или пять веры. Ну и, соответственно, теперь буду стремиться быстрее поставить город рядом с этим чудом. Потому что это очень классное чудо природы. Вы, ничего не теряя, получаете религию. То есть оно по силе, как Стоунхендж. Или даже лучше, по-моему, Стоунхендж. И при этом ещё и город растёт. Вы не тормозите его рост. Ну так вот. Я думал, что соперник возьмёт либо Францию, либо Майя. Он взял Эфиопию. Скажу, почему выбор удивителен. Напомню, что уникальная особенность Эфиопии – это плюс 20% к силе войск при войне против нации с большим количеством городов. То есть, как бы, ну, понятно, что я люблю играть через волю, через расселение, побольше городов ставить. Но неужели он так сразу будет Эфиопии через традицию играть? Даже, ну, вы, конечно, можете сказать, что, в принципе, для игры через традицию – это неплохой бонус. Но, ну да, неплохой. Плюс 20%. Но, вот представьте себе, что вы играете на защиту, и у вас 20% силы для юнитов против меня, предположим. Но я не думаю, что это компенсирует отставание в производительности, которое даёт традиция. То есть, это, ну, как бы у вас лишний генерал, только его у вас нет. И если я буду контролировать всю карту, у меня будет много городов, то это, эти 20% не особой роли сыграют. Но, на самом деле, у Эфиопии более классное – это их уникальное здание – Стелла. Которое, кроме культуры, ещё и большой прирост веры даёт. Вот это хорошее, да, уникальное здание. Но я играю за французов, у которых тоже очень классная и уникальная способность, плюс две культуры, независимо, ну, с каждого города. Кстати, обратите внимание, видите, я нашёл там уже один город-государство, через море ещё один, и тут вот такой перешеек, как раз в том месте, где чудо природы находится. Это означает, что перешеек этот как раз самая главная стратегическая точка, и кто там поставит город, тот будет контролировать карту. Но, смотрите, я всё ещё не могу найти своего соперника, то есть он где-то далековато всё-таки находится. И вот, видите, передвигаю всё юнита, всё левее и левее, тут уже клеток 20, наверное, и города нету. Так получается, что идти через традицию вполне возможно, может, я и не смогу. И, глядя на то, что вот мой Париж находится рядом с горами, с цепью гор, то вполне возможно, что горы есть и у моего соперника. То есть карта чем-то похожа на предыдущий мой матч против кельтов, против Николы, но при этом у Николы не было плюс 20% к обороне, в отличие от Эфиопии. Так что очень интересно, но я всё равно считаю, что в данном случае нации равны, очень хорошие бонусы и у Франции, и у Эфиопии, и у Эфиопии, что у Эфиопии Мефал Сафари, да, называется, что у Франции и Мушкетёры, а потом и Иностранный Легион. Это вот интересно будет рассказывать о такой игре, потому что те унылые Турция и Голландия, например, которыми мы играли. Хотя, с другой стороны, там всё решается в стратегии, в тактике, то есть не влияют никакие бонусы от нации. Пока я тут о нациях говорил, мой скаут нашёл ещё одно чудо природы, которое даёт бонус к религии. И, судя по всему, я смогу компенсировать превосходство Эфиопии в религии, в которой она будет иметь своего уникального здания, благодаря вот этим чудесам природы. Вообще тут место замечательное для города, правда, не для второго, не для третьего, не для четвёртого, наверное, для пятого города. Вот, пятый город. Ну, а пока моего скаута Фабьена Педигрю подкараулили варвары, и зверски его убили, надругались над телом, расчленили и съели. Что ж, бывает, бывает. К сожалению, Фабьен не смог много открыть, но принёс пользу хоть какую-то своей стране. Ёлки-палки, где Эфиоп? Что-то меня это начинает волновать. Смотрите, куда я уже забрался, а Эфиопии всё не видно. Меня даже больше волнует не то, что не видно территории Эфиопии. Почему я ни одного его юнита не встретил? А, вот он. Ну, наконец, ну, слава тебе, Боже. Ну, вы смотрите, он находится за горами, как минимум. Это уже меня напрягает. То есть, вполне нормально для него начать по традиции развиваться. Хотя я всё ещё считаю, что традиция всё-таки воли проигрывает в дуэли. Но, напомню, что GQL как раз тот игрок, который с помощью традиции меня победил в прошлой дуэли. Так что здесь, имея ещё и такой бонус в 20%, вполне можно начать развиваться по традиции. Ну, вот и первый поселенец появился, пойдёт в сторону чуда. Я, конечно, первый... Второй, точнее, город не буду ставить вот рядом с тем чудом. Но третий город точно... О, Ереван найден. Баревдзес, или какая там пора времени, суток. Барилуйс, Барьор. В любом случае... Так, что у них ещё спросить? Вонцесс. Урешенщина Рутюн. Всё. Пообщался я с жителями Еревана. Правда, ничего мне не ответили, но... Надеюсь, добрососедские отношения с ними установил, и они мне будут культурку подкидывать. За то, что я знаю несколько слов на армянском. Ну, а своим скаутом, превращённым в копейщик, я исследовал уже Адисабебу. Очень неплохое там местечко, кстати, у моего соперника. К тому же... Не знаю, вы заметили, но когда я открыл Адисабебу, у него там было два лучника уже. То есть, он вовсю строит армию. И знаете что? Дело в том, что когда играешь через традицию, так быстро армию строить на девятнадцатом ходу не особо получится. И вообще, как бы, так игроки не действуют через традицию. Конечно, может, там какое-то новое слово в стратегии мой соперник пытается сказать. Но, скорее всего, это свидетельствует о том, что он начал идти по воле. Но, если вы помните, Никола тоже вначале шёл по воле. То есть, там принял две... Ну, точнее, как... Стратегии... Смотрите, а вот и этот... Дуболом моего соперника. Он уже почти подобрался к столице. Но я вот не боюсь так своего поселенца ставить. Мне тут недалеко... Он объявляет мне войну. Недалеко осталось до места, где я хочу город второй поставить. Так что... Так уж и быть. О, видишь, он напал на меня. Но я думаю, что его... Да, именно его будет обстреливать лучник. Так, что я хотела... А, по поводу развития через традицию. Так вот, это тоже известная такая стратегия. То есть, вы сначала берёте традицию первым, чтобы плюс три культуры иметь. Потом открываете волю и берёте бесплатного поселенца и ускорение строительства поселенца. А потом дальше закрываете традицию. Вот так играл Никола. Я думаю... Я, правда, не уточнял, но... Это известная такая тактика. И так, видимо, возможно, и мой соперник сейчас будет играть. То есть, у него там открытая уже традиция. Просто этого не видно. И напомню, что принятые политики социальные видны только если две политики вы принимаете. А приняв одну политику, там, открыв волю или традицию, ваши соперники этого не увидят. Так что, видимо, вот как-то так. Видите, как он строит лучников. Это очень быстро. Во всяком случае, у меня столько лучников нету. Так что, явно у него там... Либо он вырубает леса своим. Ну, интересно, что он не строит великую библиотеку. Помните, вот мои соперники, они строили великие библиотеки к этому моменту. А мой соперник решил все-таки сосредоточиться на войсках. Ну, вот я нашел тут одного его лучника. Думаю, с помощью копейщика мне удастся его покоцать хоть немножко. Так, переключаюсь в 2D. А он меня обстрелял шифтом, кстати, обратите внимание. И я успел его тут поранить. Хотя, не знаю, вот он, видите, он находится в лесу. Как бы не особо много. Я надеялся, что я больше отниму у него жизней у лучника. Надо бы мне лучше пойти вот тот город открыть, который сверху. Заработать еще немножко денежек. Пока я нашел только два города-государства. Третий мне виден, но я как бы его еще не нашел, считается. А четвертый я даже вообще не знаю, где он. Ну, видимо, где-то в районе дислокации моего соперника. То есть у нас так будут города-государства разделены. Два ему, два мне. Вообще не знаю, как вам. Мне всегда интересно, почему городам-государствам дают какую-то специализацию. Вот в данном случае... О, смотрите, как тут он меня обложил, моего копейщика. У него уже два скаута. Вот вижу лучника, и еще там два лучника у него было. Хотя, может, это один из них. Но все равно приличную армию уже сделал. То есть у него там производство в хорошем виде. Правда, как я вижу, поселенцев-то он не строит. Где у него города? Ну, с другой стороны, я не всю карту открыл. Так вот, Ереван в данном случае культурный город у нас. Почему он культурный? Вот видите, я начал с языка армянского. Интересно, что армянский язык вообще появился... Ну, он давно появился, но письменность, алфавит... В начале пятого века составил... Ну, создал армянский алфавит Месроп Маштоц. Так, ну вот, моего копейщика все-таки укатали. Эфиопы жалко. Вот и Климан Тюрго тоже пал смертью храбрых. Уже двух скаутов я потерял. Жаль. Возвращаемся к армянскому алфавиту. Вы представляете, аж в начале пятого века уже у армян был собственный алфавит, собственная письменность. Напомнить вам, когда у России появился собственный алфавит и письменность, то благодаря Мефодию и Кириллу, а не своим доморощенным... Мефодий и Кирилл не русские, не славяне, греки, кстати, на минуточку. Именно они принесли нам алфавит. Естественно, он очень похож на греческий. Ну, не очень так уж прям похож, но похож на греческий. А вот армяне... Ну, Месроп Маштоц, скажем. Хотя и понятно, что не он один придумал это все, витало в воздухе. Он смог аккумулировать эти идеи и создал собственный алфавит. Не надо объяснять, насколько сильно вообще создание письменности влияет на развитие культуры государства. Именно поэтому, видите, вот в Циве Ереван, видимо, культурный город. Там вообще интересная история про разрешение создания письменности армянской, ее распространения. Я думаю, если вам интересно, то вы найдете, где почитать. Все это с разрешения было византийского императора, ну, тогда еще императора, по-моему, еще не было разделения. Хотя нет, уже было в начале V века, уже разделилось на восточную и западную римские империи. С разрешения Константинопольского патриарха тоже все, естественно, очень сильно повлияло на распространение армянской письменности, перевод Библии на армянский язык. Вообще, вот в средние века перевод Библии, распространение Библии именно в первую очередь двигал прогресс. Вот тогда религия, представьте себе, была синонимом прогресса. Так что армянский народ, хоть он и маленький, но совсем не так прост, как кажется. И вот такая очень, хочется почему сказать, самостийная, ну, оригинальная культура. К сожалению, там потом были проблемы со соседями и так далее. Но обратите внимание, просто интересно изучать истории народов. Народов не самых важных, не являясь только Римской империи, я так вот лучше так скажу. А народов, которые смогли пронести свою самобытность через очень-очень много веков. Все-таки появление аж в начале пятого века и сохранение письменности и языка, это дорогого стоит. Ну, а тем временем я введу своего второго поселенца вот к чуду природы, наконец-то. Меня единственное, что волнует как бы те войска, которые уничтожили моего копейщика. То есть я бы на месте соперника, играя за эфиопов, ломанулся бы теми войсками как раз к этому чуду природы, чтобы не дать мне поставить поселенца. Поэтому я вот так вот таким обходным маневром двигаюсь, чтобы... Тем более, что у меня скал вот еще и раненый, но не жду его исцеления, потому что мне нужно как можно быстрее поставить город там. Ну вот, слава богу, я не вижу никаких войск и могу, вроде как смогу спокойно поставить город. Я вот поставлю на холме рядом с этим чудом природы и сразу смогу получать бонусы религии от этого чуда. И я надеюсь таким образом даже догнать и перегнать эфиопию в религии. И уж тем главное не дать ему распространить свою религию на мои города. Вообще, это, конечно, мне очень повезло с этим чудом природы. Иначе бы без вариантов эфиопская религия доминировала бы. У меня нету никаких шансов. То есть не буду же я строить святилища и храмы. И все равно я, даже если я вот, ну, вы же знаете, что я люблю идти через Стоунхендж, но до Стоунхенджа еще как бы далековато. И все равно я перед этим, как вы помните, пирамиды строю. А к тому моменту, как я построю Стоунхендж, эфиопия вполне уже может основать религию. И пока я буду основывать и еще укреплять религию, у него уже религия будет распространяться. Вот еще раз повторю, что уникальное здание у Эфиопии. Очень-очень классная Стелла. Но Леон уже основан. Смог я поставить прямо с чудом света. Теперь моему сопернику будет... Опаньки, вот это я зря скаута подставил. Он был убит. Но, видите, мой соперник вел свои войска все-таки к этому месту, но решил отвлечься на лагере варваров. И позволил мне поставить. Я бы все-таки... Ну, хотя, может, там варвары ему мешали пройти. Они же там рождаются и гадят всячески, что мне, что ему. Ну, слава богу, я смог поставить город. Это очень хорошо. Видите, у меня сразу плюс 6 к вере. Ну, это лучше Стоунхенджи, который плюс 5 дает. Так что у меня будет сейчас... Через ход уже будет пантеон. И до Пророка... Сколько там? 131 требуется. 131 на 6 разделить. Это 2 и 11. Ну, где-то 21 ход еще до Пророка. Там плюс-минус. Нормально. Тем более, что я еще и планирую построить Стоунхендж. Так что все нормально. Так, а что же мой соперник не ставит города? Вот как раз только я подумал. Вот и Харар. Видимо, он вел этого поселенца как раз к этому чуду природы. Но увидев, что я поставил город, решил удовольствоваться. Ну, он, видите, в принципе, практически одинаково по всем параметрам. Но это начало игры. Тут особо кто-то ворваться вперед не будет. Хотя мой соперник уже письменность открыл, между прочим, в отличие от меня. Но пока для меня письменность не самая главная. Мне главное расселение. А тут еще библиотеки строить рановато. Ага, кстати, вот посмотрите, ниже Харара, вон там еще чуть-чуть капелька видна зеленые границы. Значит, он поставил сразу два города только что. Это значит, что он идет по воле вообще. То есть он получил бесплатного поселенца и одного построил уже точно в столице. И вот у него уже сразу три города. И он двумя поселенцами практически шел ставить города. Ну что ж, понятно, что мой соперник Эфиопии играет через волю. Очень интересно. Да, беру пантеон. Кстати, мой соперник взял пантеон молотки от рыбацких лодок. Это значит... Ну, у него столица, мы и так видели, что находится на берегу. И, видимо, у него там много всяческих рыбок, крабиков, китообразных и прочих ракушек с жемчугом, на которые можно рыбацкие лодки поставить. И мало того, что получит какой-то ресурс роскоши или еду, так еще и будет получать молоточки от своего пантеона. Это очень неплохой пантеон, если у вас много ресурсов, на которые рыбацкие лодки стоит ставить. Ну, а я взял традиционный плюс к производству от трех последователей пантеона. Тоже вот то, что-то он там скаута ко мне подвел, но уже увел обратно. Посмотрел, как у меня тут город выглядит. Да, вот то, что я это чудо природы увел, это очень важно. Очень хорошее место, во-первых, бонус от Чудо природы самого, во-вторых, я буду перекрывать этот перешейк. Это стратегически важное место, и если он захочет на меня нападать, то ему придется тяжеловато, потому что там джунгли, холмы, очень все трудно. Ну, и я планирую, естественно, великую стену построить. Тоже в моем плане имеется. Прыгну на пять ходов вперед, потому что у нас в партии не происходит, в принципе, ничего. Ну, вот тут на границе обстреливаемся, видите, у него уже длинные луки появились. Но я их тоже давно открыл, просто не апгрейдил еще лучников. Такая территория, что как-то ни мне, ни ему нападать смысла нету. С другой стороны, обратите внимание, что у него уже четыре города поставлено, а у меня все еще три. И это несмотря на то, что у него, по идее, бонус за меньшее количество городов есть, но он им спокойно пренебрегает, и совершенно правильно, потому что при игре через волю, естественно, чем больше городов, тем лучше. Вот я зря затормозил со строительством больших городов. Ну, и поэтому я сейчас принял репрезентейшн, потому что вот буду ставить города, у меня заодно золотой век наступит, и меньше надо будет культуры. Вот видите, у меня тут уже открыто так много территории на моей половине материка, и видно, что еще как минимум три города спокойно можно поставить, тем более, что очень хорошие места под них есть. Вот где мрамор, город можно спокойно ставить, ниже с чудом природы, который еще больше религии дает, ну и выше Парижа тоже еще можно будет поставить на берегу. Вот по демографии, опять же, ну, в принципе, вровень идем, то есть где-то у него чуть больше, где-то умения. И видите, мне Юрий Иванов, благодаря моему знанию армянского языка, дает еще культуры побольше. Кстати, отмечу, что Франция очень классная нация для игры через большое количество городов, через волю, потому что сразу культуру дает, с каждого города плюс две культуры, это, считайте, как будто построенный монумент. А если вы еще и монумент потом построите, то у вас будут приниматься социальные политики очень быстро. Я не останавливаюсь на своем развитии, потому что никаких отличий особенных каких-то от предыдущих дуэлей нету. Ну, тут нету смысла как-то отвлекаться, потому что воля она и есть, воля ничего нового в этом развитии не придумана. Единственное, что, вот видите, немножко затормозил я со строительством поселенцев. Еще на восемь ходов вперед, потому что, опять же, ничего не происходит. Вот мы так вот обстреливаем друг друга на границе, он выставил в линию я. Здесь я вам хочу показать, что я закрываю волю и с закрытия ветки беру великого инженера. Почему великого инженера? Мне важно первому построить великую стену, потому что в таком противостоянии я не вижу здесь возможности атаковать Эфиопию, потому что он, как и я, пошел через волю у него. Ну, примерно одинаковое со мной производство, но так как, видимо, у меня городов все-таки будет больше, чем у него, хотя на данный момент одинаково, то он будет иметь преимущество в 20%, и как бы лишний генерал здесь мне никак не поможет. Он только сравняет количество, как-то сказать, сравняет количество силы у нас. Захватывать Харар, используя генералов как крепости, мне совершенно... Это не удачное решение, потому что города при игре через волю не имеют такого большого значения, как при игре через традицию. То есть захватывать города у противника, играющего через традицию, намного важнее, чем у противника через волю. Ну и местность не располагает такой проходимостью, которая достаточно, чтобы можно было своими войсками на него навалиться. Ну, по демографии я просто могу сказать, что у нас... Ну, у меня чуть больше войск, но примерно одинаково у нас с ним. И опять же, здесь нет никакого смысла идти на него, только зря потеряю войска. А великий инженер мне понадобится для строительства великой стены. Это очень важно, построить ее быстрее, чем соперник. Поэтому я с закрытия воли взял великого инженера. Еще аж скачок вперед на девять ходов, потому что ничего не происходит, никаких военных действий. Я у себя в столице аж висячие сады строю, обратите внимание. Причем к этому моменту я уже построил пирамиды, Стоунхендж и великую стену. Ну, великую стену вот инженером, как я до этого и говорил. Мой же соперник никаких чудес света не строил вообще. Зато он, видите, быстрее меня поставил города. И у меня уже пять городов, кстати. Осталось мне еще, по моей задумке, еще один город поставить. И больше, в принципе, мне не нужно будет. Я же, видите, уже пытаюсь строить... Ну, вот, демографию давайте посмотрим. Соперник чуть-чуть опережает меня по еде и немного по производству. Это у него явно заработал его пантеон. Молотки с рыбацких лодок. Очень хороший пантеон, естественно. Ну и, кстати, он, и он, и я уже основали религию. Причем он раньше меня все-таки это сделал, несмотря на мои чудеса природы. И взял очень хорошие верования. Это 15% к производству... Ну, 1% за каждого верующего к производству и плюс 2 золота за каждый город, обращенный в эту религию. Я же взял плюс 100... Ну, так как это быстрая скорость, плюс 67 золотых сразу за обращенный город и аскетизм это плюс довольная рожица в городе с этим верованием, где построено святилище. Именно поэтому я и строю святилище у себя. В городах это, во-первых, а во-вторых, тут явно будет война религии еще. И так как вот у него очень классно это плюс 2 к веру, плюс 2 золота за каждый город, то мне бы желательно, конечно, подавить его религию, не дать ей распространиться, потому что иначе он будет иметь очень хороший прирост золотых. Именно поэтому я вот и строю святилище, и потом храмы тоже буду строить, и надеюсь постараться святыню у себя встали. Ну, не знаю, будет ли у меня возможность, но то, что я раньше него укреплю свою религию, это точно, и я постараюсь взять плюс к распространению религии, чтобы моя религия быстрее распространялась, чем его. Ну, и, естественно, про войска не забываю, я слежу по демографии, какого у него сила войск, и если он приближается к моим, то достраиваю, благо городов у меня много, и благодаря уже тому, что я постоянно на первом месте по силе войск, я, по-моему, уже раза два брал дань, нет, наверное, вру, один раз уже брал дань с города-государства. Вперед на шесть ходов, и на шестьдесят седьмом году мой соперник строит великую библиотеку. Ну, по моему мнению, уже поздновато для этого чуда, но, с другой стороны, если у него не было еще библиотеки в городе, то почему нет, тем более, что можно взять какую-нибудь дорогую технологию, намного дороже, чем если вы в античности строили ее, и определенный плюс от этого получить. Но по мне, я же еще раз много раз уже об этом говорил, что в дуэли великие библиотеки не очень котируются. Однако, вот, ну, это первое вообще чудо, чудо, которое мой соперник построил. Ну, и как я говорил, через два хода у меня появляется великий пророк, раньше, чем у моего соперника, и я первым могу укрепить свою религию. То есть, в принципе, в религиозной войне пока я опережаю Эфиопию, несмотря на то, что у нее все-таки очень классное уникальное здание, которое как раз бонус к религии дает, но благодаря наличию на своей территории двух чудес природы, у которых бонус к религии, у меня каждый ход плюс тринадцать, и еще и Стоунхендж построен. А, ну, знаете, это, наверное, пока без включения второго чуда природы, так бы было уже явно больше двадцати, но вот я взял плюс к распространению религии и использованию веры для покупки пагод, потому что явно у меня веры будет очень много, очков веры, а пагоды дадут очень классный прирост и счастья, и культуры. Это плюс к тому, что вообще у меня от Франции очень большой прирост культуры идет. И еще плюс шесть ходов. Вот моя религия начинает по моим городам распространяться, но и, как видите, Леон принял религию Эфиопии, что не очень хорошо, поэтому я решил переключить религию на покупку, вот я посмотрю, что пока у меня городов больше приняло иудаизм, чем эфиопский буддизм, но я переключил религию на покупку миссионеров. Чтобы быстрее распространить свою религию, чтобы больше у меня было давление от моей религии, и она быстрее принималась. Вот видите, у меня 313 золотых, это благодаря тому, что моя религия распространяется, так я и золотишко добываю. И, ну, вот видите, я второе чудо природы еще не подключил, так что у меня будет еще больше религии в скором времени. Ну, и я не останавливаюсь, опять же, на развитие, еще раз повторю, потому что у нас никаких войн не происходит. Все развитие вы видели раньше. В предыдущих моих видео повторяться по многу раз нет смысла. Я лучше это видео быстрее сделаю и выложу, чтобы вам было интереснее смотреть. На 80-м ходу очередное принятие общественной политики. Здесь я вам хочу показать... О, смотрите, я вскрыл шпиона эфиопского, который пытался пробраться на мою территорию с тыла. Вот какой. Значит, у него уже оптика явно открыта. Ну, правда, у меня тоже открыта. Понятно, что у него оптика открыта, потому что у него рыбацкие лодки. Я в на одним из первых. Так вот, смотрите, у меня уже принята честь и сейчас я принимаю коммерцию. Честь у меня принята, ну, постольку-поскольку пришлось ее принять, потому что, когда пришло время принятия политик, никаких, кроме чести, набожностей и традиций, я принимать не мог. Еще не были открыты другие эпохи, чтобы принять коммерцию. Поэтому я выбрал честь с прицелом на то, чтобы все-таки взять генерала потом. Но этот генерал, если я буду принимать эту политику, то он будет использоваться скорее для защиты, а не для нападения, для защиты от вражеской крепости. Если мой соперник будет ставить крепость генералам, то этот у меня будет генерал для того, чтобы отбить ее обратно. И далее. То есть вы можете сказать, что стоило взять набожность для того, чтобы подавить моего соперника религией все-таки, но не стоит сразу отказываться от рационализма, потому что принимая набожность, типа, ну, вы либо перекрываете рационализм, либо потом придется вам от набожности отказываться. Ну и традиция, уже открывать традицию и брать плюс три к культуре на данном этапе поздновато. Вот видите, я вернул... А, я и сам тут в тылу у противника тоже побегал, но вернул, зато получил от лавенты немного влияния, вернув ей рабочего. Ну и коммерция, тут все-таки хороший выбор, я вообще думаю, что я дальше буду открывать коммерцию, потому что у меня много прибрежных городов, и самое главное, что моего соперника столица на берегу находится, то есть, да-да-да, вы правильно подумали, что можно захватить ее кораблями. Меня в комментариях к некоторым моим видео говорили, что нужно было нападать кораблями на соперника, но это не всегда правильно, ну, я вам покажу, после какого, после каких технологий имеет смысл идти к кораблям, потому что если бы я вот сразу пошел там на какой-нибудь ходу 60-м, могло так получиться, что мой соперник вырвался бы вперед по наземным юнитам, и пока я там дойду до голиасов, пока их построю, пока буду апгрейдить их во фрегаты или самими голиасами пойду нападать, мой соперник более продвинутыми юнитами наземными сможет захватывать у меня города. Вы можете сказать, что все-таки захват его столицы важнее, чем я буду терять свои города, это так, но дело в том, что ему до голиаса тоже недалеко в принципе. И увидев, что я иду голиасами к нему, он вполне может успеть построить хоть не голиасы, но хотя бы три ремы, которые, конечно, будут уничтожаться моими голиасами, но очень сильно затормозят мое нападение и могут возникнуть проблемы у меня. Тем более, что у него высокое производство там в прибрежных городах за счет пантеона его. Да, опять же, я могу лечиться за счет этих рыбацких лодок, которые у него там разрушают ему таким образом экономику, но это сработает только на первых городах, а первые города там вот у него это не столица, и он сможет отбиться. При этом смогу ли я потом от наземных юнитов его отбиться, большой вопрос. Поэтому да, у меня впереди план захватывать его столицу морским путем, ну, во-первых, фрегатами, а во-вторых, не сразу бросаться открывать корабли. Надо дойти до определенного момента, точнее, до рыцарей и арбалетов, и потом открыть университеты, и тогда вполне спокойно можно идти к фрегатам. Потому что после рыцарей и арбалетов следующие войска, то есть аркебузиры, там, что там у нас дальше идет, ну, в общем, следующий этап военного перевооружения не так скоро. я вполне могу успеть построить фрегат и дойти до моего соперника еще до того, как он проапгрейдит свои наземные юниты. Еще на три хода вперед. На прошлом ходу мой соперник проапгрейдил своих метких луков в арбалеты, а у меня, если вы видите, еще шесть ходов до открытия арбалетов, но мой соперник не нападает, хотя, по идее, ему было бы сейчас очень неплохо напасть на мой город, потому что я отстаю в открытии арбалетов, но дело в том, что по демографии у меня все равно более мощное войско. У меня настолько больше юнитов, что даже проапгрейдив в арбалеты он отстает. И он не видит, он не может увидеть, что у меня до сих пор меткие луки. Он думает, что, наверное, я тоже недавно открыл арбалеты. И поэтому ему не нападает, так что мы находимся в такой равной позиции. Ну, отстаю я не потому, что у меня хуже наука, а потому, что я пошел немножко по другим технологиям. Я решил сначала открыть университеты, а потом уже арбалеты. У меня больше городов, чем у моего соперника, так что, по идее, у него действует бонус нации Эфиопии. Напомню, что 20% против нации с большим количеством городов, то есть против меня. Но, видите, по демографии он видит, что отстает по войскам, поэтому боится все-таки нападать. Если бы еще местность была не такая непроходимая рядом с моим городом, с Леоном, то можно было бы попробовать, потому что имеешь такой перевес. видите, тут, во-первых, и горы с лесами, во-вторых, у меня построена великая стена, так еще и гора с чудом перед городом, которая мешает нормально пройти. Появился великий инженер, который был израсходован на чеченицу, а в городах я решил все-таки построить библиотеки и, ну, с прицелом, естественно, национальный колледж. Шесть городов мне хватит в данной игре. В принципе, вот справа от Парижа есть место еще для одного города, но это может быть, может быть, а может быть и нет. Не забываем задабривать города-государства, вот видите, Ереван мне еще будет культурку подбрасывать, и так много культуры от бонуса цивилизации французской, так еще и Ереван дает. Ну и, конечно, не забываем собирать деньги с городов-государства, если они боятся вашу армию. Жалко, конечно, что я четвертый до сих пор не нашел, но он, видимо, где-то в глубине территории Эфиопии. Зато я два, как минимум, Манилу и Ереван контролирую полностью. Еще скачок вперед к тому моменту, когда я открыл арбалеты. Вот видите, тут мне немножко подгадил мой соперник, три ремы разрушил рыбацкие лодки на крабах, так что надо бы мне тоже уже флот строить, чтобы не давать ему гадить мне в тылу и повоевать с ним. Ну и вообще флот пригодится для захвата его столицы. Видите, я уже начал строить коников еще к тому же, ну и вот после открытия арбалетов я планирую открывать рыцарей. И в связи с тем, что у меня перевес по войскам, даже несмотря на то, что они еще не апгрейджены в арбалеты, то после открытия рыцарей я планирую повоевать. Не думаю, ну я постараюсь конечно какой-нибудь город захватить, но не думаю, что мне это удастся. Но главное, что армия не будет стоять без дела. То есть хотелось бы пообмениваться армией со своим соперником или хотя бы больше уничтожить юнитов, ну конечно желательно больше юнитов уничтожить, чем потерять самому. Вот видите, я выбираю кого апгрейдить. Сначала буду апгрейдить тех лучников, у которых больше всяких продвижений, улучшений у которых есть, чтобы они лучше воевали. Видите, на джунглях, в джунглях я своими рабочими строю торговые посты, потому что после строительства университета в джунгли будут приносить два очка науки, плюс два яблока, плюс один от торгового поста, и будет потом еще одна монетка после открытия какой-то технологии, я не помню, экономики что ли. Так что джунгли в принципе очень классная местность, очень классная. Я вам не рекомендую вырубать джунгли, только если они не рядом с рекой, потому что все-таки рядом с рекой лучше вырубить и поставить там фермы, которые дают намного больше еды, и город будет больше, быстрее расти. Ну, а коники, которые будут потом апгрейджены в рыцарей, это лучшее средство борьбы против вражеских арбалетов. Вот видите, он тут выставил свои арбалеты, прям бери, не хочу. Ну, естественно, мне надо будет еще дорогу построить туда, а пока он там стоит своими арбалетами, мне не очень удобно будет это делать под его обстрелом. Но впереди план такой, построить дорогу и нападать рыцарями на его арбалеты. И снова вперед на пять ходов к тому моменту, когда открыто рыцари. Вот видите, я тут уже построил трирему, гоню прочь трирему своего соперника, чтобы он, понимаешь, не шарился по моим территориям. И плюс буду защищать крабов, которые мне нужны для счастья. Ну, и так у меня счастья много, города растут, это очень хорошо. Сейчас будем апгрейдить рыцарей. Вот видите, у меня, когда мы с вами 5 ходов назад, у меня было, по-моему, 160, что ли, золотых. В общем, я с тех пор еще потребовал денежек с городов, государств. Очень мне это нравится. Я вам очень, как бы, чем хорошо играть через волю в дуэлях, что у вас всегда практически самая большая армия. И вообще, я рекомендую именно поэтому держать самую большую армию, что вы таким образом можете требовать дань с городов государств. И, как я понял, для этого даже не обязательно войска подводить к их границам. Главное, что границы вашей империи соприкасаются с границами городов государств. В моем случае это с Ереваном и с Манилой. И, как бы, считается тогда, что ваши войска под их границей стоят, видимо. И они периодически дают вам дань. И вот, несмотря на то, что у меня Ереван типа моим другом считается, но я пожертвовал несколькими очками влияния, потому что культура тут не самая важная для меня часть. Важнее деньги для апгрейда. И вот проапгрейдил все свои войска. К сожалению, дорогу от Леона я так и не построил. Это вот моя ошибка. Надо было отвлечься от строительства торговых постов, которые сейчас не так важны, они не настолько много бонусов дают, чтобы вот прямо сейчас их уже срочно строить. А надо было своими двумя рабочими построить дорогу вот с двух сторон от чудо-природы от этой горы, и по этой дороге я мог бы очень классно нападать на соперника. Но вот сейчас шифтом, видите, я шифтом передвигаю своих рыцарей, то есть они передвинутся в конце следующего хода, и тогда я буду очень весело и задорно нападать на моего соперника, окопавшегося у границ. Заодно посмотрим, насколько действенен его бонус 20% против цивилизации с большим количеством городов, и насколько мне это помешает. Напомню, что по демографии у меня войск где-то в полтора, ну, сила войск, я бы так сказал, в полтора раза больше, чем у моего соперника. Он явно не стремится их много строить, это, видимо, потому, что вот все-таки такое бутылочное горлышко у нас в этом месте, и что ему, что мне нападать на него сложновато. Ну, вот, конюшню я строю в столице, это так, знаете, 50 на 50. Лучше всего конюшня, конечно, работает, когда как минимум три ресурса и больше у вас рядом с городом есть, которые дадут молоток. Напомню, что конюшня ускоряет строительство всяких конных верховых юнитов и дает каждому ресурсу лошадей, овец и какого-то еще, ну, там все написано, плюс один молоточек. У меня под столицей только один ресурс лошадей и один ресурс овец, если будет у меня плюс два молоточка, ну, в принципе, тоже неплохо. Ну, как видите, отсутствие дорог не позволило мне достаточно эффективно провести атаку, вот эта логистическая ошибка, никогда не забывайте строить дороги, это очень важная штука в войне, особенно на труднопроходимой местности, ну, пойду тогда своими рыцарями ему гадить в тылу, поразрушаю всякие шахты, фигахты и как-нибудь вот он меня крабов разрушил, вот почему мне ему свинок, например, не разрушить. В общем, валим, есть много войск, почему бы их не использовать, верно? Вперед из песней. Так, философию открыли, а, я вам обманул, я не к университетам тогда шел, а к гражданской службе, а он, видимо, вот по нижней ветке пошел, там, металкастинг, физика, точно, он физику, он уже построил Нотр-Дам, пока я тут проматывал ходы, он построил Нотр-Дам, у него очень высокое теперь счастье, очень много, поэтому он шел по нижней ветке, а я по верхней, ну, по средней, я бы так сказал, по гражданской службе, потому что у меня много счастья, надо, чтобы города быстрее росли, поэтому я открыл гражданскую службу, чтобы клетки рядом с рекой и давали больше еды, ну, в данном случае это больше относится к столице, не только с рекой, но и вот, видите, с таким озерцом, в общем, рядом с, не с морской водой, это вот так работает, так, надо срочно сейчас рыцаря своего, так, что я жду, не знаете, куда я его увел, как всегда, немножко торможу я с отводом юнитов, но в данном случае хоть не подставил, а увел, правда, немного странно, его там все равно не достанут, так что жив будет, ну, а здесь покуролесим уже вот на фермах, напоминаю, кстати, что разрушение ферм, разрушение вообще любых улучшений врага дает не только, не только лечит ваши юниты, то есть в данном случае я смогу более эффективно нападать, чтобы не отводить юнитов, но и денежку дает, так что можно таким образом подзаработать слегка, но еще раз обращаю ваше внимание, что отсутствие дорог это большой минус, я, конечно, мог бы более эффективно, о, смотрите, у меня там тоже, тоже вовсю используют миссионеров, видите, выше немного, и идет обращать, какой там город сверху-то, Лавенту, Лавенту идет обращать в буддизм, но дадут ли это сделать иудеи Франции, на данный момент, кстати, моя религия более распространена, чем моего соперника, но он взял к укреплению религии плюс 30% дальности, вот мне интересно, вот у меня взята плюс процент к усилению распространения религии, а у него к дальности, и что, какая из этих, так сказать, из этих конфу будет сильнее, так, ну, подставлен рабочий, почему бы его не взять, сомневаюсь, что моего рыцаря при этом, ага, все-таки он решил на моего рыцаря ломануться, ну, мы тогда тут передвинем свои арбалеты, нет, смотрите, сильно, сильно, кстати, бьет, довольно классный этот бонус, плюс 20%, то есть, ну, я вижу, что у него генерала нету, вроде, ну, еще один арбалет, генерала нету, но даже в отсутствии генерала, получается, его войска воюют с силой генерала, а вот у меня и у меня генерал появился, так хоть немножко уравновешу силу его армии против моей, ну, я уже харар обстреливаю, пока он отвлекается там на мои войска, и, в принципе, тоже неслабо обстреливаю, как я понимаю, бонус этот 20% влияет только на юниты, а на силу городов это никак не влияет, поэтому я спокойно, ну, я своими арбалетами убираю хитпоинты с городов, как и против любой другой нации, так, проверю, всех ли я апгрейдил, да, три рыцаря, пять арбалетов, можно сказать, побольше было бы рыцарей, в принципе, это сделать, и вот, все, видите, я до сих пор не соображу, что мне дорогу надо вести, а не торговыми постами заниматься, так, ну, здесь я уже прогнал трирему врага, можно, о, надо попробовать его миссионера перехватить, обращаем Ереван в иудаизм, не получилось, что ли, ладно, так, спасаем арбалета, успею, не успею, а, я решил, видите, не уводить арбалета, а уничтожить хотя бы, хоть как-то его арбалета, так, уничтожаем лошадок, лечимся при этом, все хорошо, так, вот там у меня стоит рыцарь, надо его арбалеты уничтожать, а не, да, лечимся, возвращаемся на передовую, ну, ты что, тупим, не знаю, куда, а, я могу так его обстрелять, это хорошо, так, возвращаемся на передовую, давай, давай, двигаемся, ну, вот то, что у него уже два арбалета в Хараре, конечно, не очень, удобно, это он вовремя там построил, сейчас будет обстрелить, но мы продолжаем обстреливать его город, так, и, не нападается, не нападается, блин, надо лучше рыцарей этого ниже поставить на, 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 да, но тут я все еще рабочего, видите, чтобы торговый пост строить, отправляю, еще одна трирема, чтобы уже полностью защититься, и, теперь уже, ну, оно так не перехватывается, оказывается, я думал, можно перехватить, то есть, видите, когда они плавают по, о, если видите, как он мою трирему коцнул, значит, когда юниты плывут по воде, их вот так вот просто не перехватить, если бы он шел по земле, этот миссионер, я бы его просто захватил, и все, черт, смотрите, меня, я затупил, не передвинул рыцаря куда надо, вот этому рыцарю уже сейчас будет каюк скоро, нет, успел все-таки отвезти, что-то я тут немножко сглупил, вот рыцарь, который под Хараром ниже, у него еще был ход целый, почему я им не походил и не передвинул на дорогу, чтобы помешать вот двигаться этим арбалетом, вот надо было ставить его, видите, слева от арбалета гора, вот туда надо было рыцаря ставить, и я бы тогда перекрывал двум арбалетом возможность передвижения, они бы не могли вот так быстро передвигаться, о, смотрите, Манила стала ничего себе, это видимо он какое-то их задание выполнил, блин, не вовремя, так бы я мог увести эту трирему, а теперь из-за того, что Манила против меня, трирему быстро мимо нее не провести, да, проблемка, это плохо, ну вот он буддизм на него развил, но у меня сильнее, мое конфу пока сильнее, так, вылечимся и нападем, тоже нет, нет, пока постоим на месте, жалко, что лечиться, морские юниты не лечатся, если не находятся на своей территории, так что вот этот пропуск хода никак не повлияет, к сожалению, и в защиту они не становятся, то есть выше защитная их сила не будет, так что все это неудачно, все это так очень, так, готовимся следующим ходом быстро этого рыцаря уводить из-под удара, и у него, о, лечим, лечимся, лечим, о, это очень хорошо, просто замечательно, так, лечимся, 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 очень хорошо, и убегаем пока, но вот это я зря не воспоминал, зато его арбалеты уничтожу, вы там считаете, как у нас, по-моему, где-то так одинаковый, или даже больше я у него юнитов уничтожил, чем он у меня, так, ну ничего, тут я следующим ходом полечусь за счет разграбления золота, потом свинок у него разграблю, тоже неплохо, вот это при игре в дуэли, вот эти рейды в тыл соперника, это самое неприятное, потому что обычно при войне, знаете, все войска держат на фронте, а когда кто-то залазит в тыл, перекинуть какие-нибудь войска туда очень долго, ну вот и четвертый город нашелся, как я и предполагал, он в тылу моего соперника Винтенберг, так, никто не хочет мне дань выплатить, очень жаль, очень жаль, я бы хотел, чтобы вы мне дань выплатили, в Труа я решаю построить храм, потому что, видите, у нас тут не только война юнитов, не только такая между рыцарями и арбалетами, но и война миссионеров и пророков, чья религия круче, я не хочу, чтобы его религия распространялась, потому что у него будет плюс два за каждый, плюс два золота за каждый город обращенный в свою религию, ну и, соответственно, он не хочет сдавать свою религию, потому что иначе от моей религии он никакого профита вообще не получит, так, убрал рыцарей, слава богу, да, разрушаем здесь золотишко, здесь свинок разрушаем, как классно, люблю в тылу у врага похозяйничать, кстати, смотрите, у него столица поменьше-то моей будет, так что все путем, хотя по демографии, кстати, у него население побольше, так, что там у меня убили, где это я профу, трирему мою, а, все-таки, все-таки у него круче, вот это плюс 20%, опять же, видите, у него, это трирема его, плюс 20% он имеет, и благодаря этому уничтожил мою трирему, так, убегаем пока, убегаем, вот я наконец-то догадался дороги построить, ну, смотрите, он перешел в наступление, аж пять арбалетов вперед, ну, ничего, как бы, я же говорю, что я тут и не планировал, ну, можно было город захватить, не захватил, тут силы-то примерно равны, да, у меня была больше по демографии армия, ну, честно говоря, тут я ступил с дорогами, надо было сначала дороги построить, вот те пять ходов, пока открывалось рыцарство, и с дорогами вполне было бы более мобильное наступление, особенно рыцарями, и я мог бы больше проблем принести моему сопернику, но как произошло, так произошло, по-моему, я уничтожил у него больше юнитов, чем он у меня, так что вполне меня устраивает такая ситуация, но еще раз повторю, не забывайте строить дороги не просто между городами для денег от торговых путей, но это один из главных залогов хорошей войны, мобильной войны, что вы сможете сохранить свои юниты и вовремя их увезти, так что имейте в виду, дороги это очень важно, я вот видите пренебрег этим, а мой соперник нет, ну, правда он тоже не везде, да, и вот здесь начинается то, о чем я вас предупредил в начале видео по поводу разочарования от этого видео, вот видите, мой соперник попросил перенести игру, ну, это нормально в дуэлях, как бы, когда два человека мы всегда сможем договориться, когда продолжить, это не собирать там шестерых, поэтому я без проблем согласился, я делаю сейв, а, он хост, он хост, он сделал сейв, и мы договорились, что в это же время встретимся завтра, но, сейчас я сделаю стоп-кадр, смотрите, что происходит на следующий день, мой соперник, то есть, я ему пишу, ну что, продолжим играть, мой соперник пишет, что, вообще-то, я не хочу продолжать игру, могу ли я сдаться, ну, я вам перевожу на английский, кто не знает, он пишет, что я сейчас начал играть в League of Legends, у него там команда, и он не хочет тратить время на цилу, ну, я ему пишу, что, вообще-то, это плохо, у нас очень классная игра была, так, ну, ровненько идем, на что он отвечает, что, ну, если тебе действительно хочется продолжать, то я, конечно, могу попробовать, но, вообще, я в финал выходить не хочу, и он, ну, то есть, продолжать турнир, то есть, он лично со мной, может быть, и доиграет когда-нибудь, но продолжать турнир он совершенно не хочет, вот, видите, у меня третьим в чате там светится Daimon712, это организатор турнира, в котором вот этом дуэльном турнире я участвую, я ему, как бы, описываю эту ситуацию, все, ну, вот здесь, вот он мне, типа, пишет, поздравляю с победой, но дело в том, что мне, как бы, вот лично для меня само участие в этом турнире, победа в турнире, она мне нафиг не нужна, потому что, ну, я знаю, что я, как бы, нормально играю в ЦИЛу, я не самый сильный игрок, мне не обязательно тут что-то самому себе доказать, тем более, что с большинством игроков в этом турнире я уже много раз играл до этого, и выигрывал у них, и проигрывал им, и как бы, не считаю себя самым сильным игроком здесь, для меня участие в турнире именно для того, чтобы делать вот эти видео и вам показывать, а если он сейчас соскочит, GQL Radio, то получается, что вот это видео, ну, мягко говоря, я просто зря время потратил, потому что, лучше бы я тут проиграл и дальше не прошел в турнире, но сделал бы видео и показал вам, вместо того, чтобы вот так на половине игры останавливаться, и ну, вот так вот странно, причем, то есть чувак нашел себе новую игрульку, League of Legends какую-то, я даже не хочу знать, что это такое, не надо мне в комментариях писать, и вот я его, в общем, уговариваю все-таки игру эту продолжить, и он как бы вот соглашается, tomorrow can you make it a little bit early, то есть давай завтра, но хотя бы немножко пораньше, вот это вот мы договариваемся в четверг, как я понимаю, это вот мы переписываемся в четверг, сейчас я гляну, какое это число было, 6 июня, вот это у нас разговор, а, ну он уже внизу у меня написано 6 июня 2013, точно, и вот я ему пишу о том, что в принципе ты, да, замечательно, давай сыграем, но о том, что ты сдаешься, напиши, пожалуйста, на форуме, но в любом случае параллельно, вот мы там общаемся с Деймоном, и он как организатор принял такое решение, я ему пишу, что я в любом случае с GQL Radio, я его уговариваю доиграть, и я хочу с ним доиграть, на что мне Деймон ответил, что несмотря, то есть вот с этого момента считается, что ты его победил, что я как бы победил GQL Radio, и дальше в турнире ты проходишь, то есть вот с этого момента считается, что я победил, и в следующей игре должен играть с проигравшим в финале Виннеров, это HLDM, ник у чувака, вы должны помнить его, вот если вы посмотрите мой канал, найдете видео плавучие сады ацтеков, то я с ним там как раз играл, там была дуэль такая тоже, но не совсем стандартная дуэль, там он показывал одну стратегию быстрого развития до Мандекалу, а я в дуэли показывал другую стратегию, играя ацтеков, как быстро плавучие сады построить, и какая от них польза. То есть в итоге в турнире остается три человека, я, HLDM, и победитель уже ветки Виннеров, Кулкэт, с которым будем играть в финале либо я, либо HLDM в суперфинале уже за первое место. Получается, что GQL Radio занимает четвертое место, а я уже как минимум третье. Ну вот, к сожалению, видите, такая фигня произошла. Я не знаю, ну, я считаю, конечно, что это очень некрасиво со стороны GQL Radio, и вообще соскакивать вот так, вообще в любой игре, даже если это не турнирная, обычная игра в ЦИВу, вот так отказываться от дальнейшей игры, тем более, что мы нормально играли, то есть тут нет никаких причин у него сдаваться, как вы сами видите, у нас там равно, идем по науке, вот, ну, армия, вот, чуть была, видите, я немножко ее слил в данный момент, то есть продолжать можно еще долго, но, к сожалению, мой соперник, видите, предпочел, какую-то другую игру, надоел ему этот турнир, ну, возможно, он затянулся, конечно, но в любом случае мне жалко вот именно видео, если бы он хотя бы перед началом матча сказал, не, ребята, я сливаю, а здесь, видите, уже 106 ходов сделано, хорошо играем, но как так, вот почему он так поступает, ну, вот в любом случае он пишет, видите, что несмотря на то, что у меня нету времени, я думаю, что я должен закончить эту игру, ну, посмотрим, как он будет дальше играть, вы же сами понимаете, что человек, не заинтересованный в продолжении, может, ну, просто начать сливать ее, так что увидим, как он дальше будет действовать, I hope это не повлияет на его стратегическое и тактическое мышление, ну, вот, то место, где Даймон меня спрашивает, а он будет продолжать турнир вообще, ну, я передаю его вопрос GQL Radio и конкретно получаю ответ I don't want to continue tournament, вот, ну, я согласен с Даймоном, что немножко нехорошо получилось, на самом деле мне уже тоже откровенно говоря надоело дуэли играть, уже так скучновато, все-таки групповые игры по мне намного интереснее, там есть место более, ну, как-то сказать, больше возможностей всякие штуки делать, другие, больше простора для стратегии, тактики, ну, вот, я тут предлагаю всякие варианты, вот, я дальше продолжаю играть, и что, если я все-таки проигрываю GQL Radio, то я заменяю его против HLDM, или же все-таки HLDM сразу играет финал с Callcat, потому что, ну, сами подумайте, если я проигрываю GQL Radio, то как бы считается, что он дальше проходит, но при этом он снимается с турнира, то получается, что HLDM автоматически побеждает. Мне, честно говоря, больше бы понравился первый вариант, потому что, ну, в том случае, если я проигрываю, просто потому что, ну, это получается, что я два раза проиграл, и все, я на этом турнир закончился для меня, потому что турнир, этот Double Elimination подразумевает два проигрыша, но в итоге вот организаторы решили, что раз прямо сейчас GQL Radio объявляет о том, что он не хочет продолжать турнир, то считается, что он в этом матче проиграл, и наше доигрывание с ним, это чисто наше с ним вдвоем дело, но турнир это никак не влияет, и это ради интереса, поэтому вот я и пишу, что я хочу доиграть радио-видео, и ради видео дальше я и продолжу. И вот мы, собственно, продолжаем с того места, где GQL Radio попросил меня сделать сейв, я успеваю тут увести своих арбалетчиков из-под удара, но в принципе тут понятно, что война наземными юнитами будет затяжна, если кто-то из нас решит напасть на другого. Поэтому я вот сейчас решил сосредоточиться на морской ветке, пойти к Голиасам, потом и к фрегатам, и уже фрегатами пытаться завоевать противника. фрегатам. Тем более, что у меня преимущество в том, что его вот я сейчас смотрите, смотрю древо технологии, закончу металл кестинг, чтобы можно было построить мастерские, и потом пойду уже по верхней ветке к Голиасам и фрегатам. Так вот, у моего соперника столица морская, находится на берегу, причем так, судя по всему, на довольно широком берегу, то есть там не один, не одна клетка подхода, а несколько, и брать ее, если что, будет вполне реально. Ну, а если все-таки столицу он защитит, то какой-нибудь другой город можно будет взять, смотрите, на ту же Лалабеллу, которая размером 13, а у меня мать не успел рыцаря убрать, но ничего, зато там покоролесил у него в тылу, ведь ему пришлось двух арбалетов перевести для того, чтобы словить моего рыцаря. Ну, так вот, у него крупные города на берегу, в принципе, у меня будет достаточно либо столицы, либо, ну, столицу это вообще конкретно уже победа, а Лалабеллу, если взять, то тоже довольно много выгоды я с этого получу, можно сказать, что и победю. Так что путь идет к морским юнитам, здесь, как видите, ничего не светит, с такой его обороной, с такой моей обороной, я не знаю, как ему меня завоевывать, например, но он может там генерала поставить рядом с моим чудом природы, отъесть его, тогда я поставлю генерала и отъем обратно. Генералов у нас поровну, в принципе, вообще у нас тут всего поровну, по-хорошему, так что абсолютно равная игра. иду иду к морскому юниту, я очень буду надеяться, что мой соперник пойдет по нижней ветке, у него уже скоро его уникальный юнит, там, Мефал Сафари, или Михал Михал Сафари, я буду очень надеяться, что вот именно он пойдет по нижней ветке, в то время, как я по верхней, и он не... то есть я раньше него дойду до фрегатов и благодаря этому буду господствовать на море. На семь ходов вперед, как видите, ничего не происходит, мы как стояли великим противостоянием рядом с Леоном, арбалетами так и стоим, но вот мой соперник первым вышел в Ренессанс, перешел в эру Ренессанса, я отстаю на четыре хода, как видите, исследую астрономию, открыв астрономию выйду тоже в Ренессанс, но я надеюсь, что он в Ренессанс вышел по нижней ветке, естественно, там ему уже меньше было исследовать наук, хочется верить, что он вот к Пизанской башне, то есть открывает Пизанскую башню, чтобы ее построить и получить великого человека, кстати, он еще Мачу-Пикчу построил вот за эти ходы, колосс у него, что там было, Нотердам, Мачу-Пикчу, Оракл и Великая библиотека, ну и два у него открыто общественных институтов коммерции, вот это меня волнует, вот интересно, у него коммерция по морской ветке пошла или по другой ветке, и мне кажется, что все-таки по морской, то есть у него явно плюс Великий Адмирал есть и плюс продукция в прибрежных городах, раз у него уже два, две там открыто, да, а у меня, кстати, тоже две коммерции, но я еще принял, чтобы меньше содержания дорог было, возможно, это не очень правильное мое решение, надо было тоже идти к повышению, ну там три молотка дается в прибрежных городах, это очень большой производственный бонус, очень классный, ну и если вы видели, я уже в столице строю национальный колледж, то есть я во всех своих городах построил библиотеки, тоже важно это, потому что ведь у нас такое тут противостояние затянулось, так что не стоит науку игнорировать, также, пожалуй, университеты тоже можно будет построить, но с другой стороны уже пора во всех прибрежных городах строить как их, голиасы, и у меня будет, у меня там царел сколько у меня железа, у меня шесть железа найдено, надо его еще присоединить, но до открытия голиасов я это сделаю, в общем, мне нужно шесть голиасов, которые будут потом апгрейдиться в фрегаты, ну и здесь я пытаюсь подловить вот эту трирему моего соперника с помощью передвижения арбалетами, арбалетами буду ее уничтожать, а, ну еще дострою мастерские тоже во всех городах, чтобы было быстрее производства, единственное, конечно, возможно, стоило бы вместо мастерских, вот в некоторых прибрежных городах, особенно в Орлеане и Марселе, построить порты, гавани, а потом и так, давайте быстренько расстреливаем, успею, успею, успел, Пакеда, эфиопская трирема, и вот здесь можно поставить в этом перешейке свою трирему, о, смотрите, там вверху мне манила, по-моему, денежку хочет выдать, так, давайте-ка, зря он сюда своим рыцарем прибежал, ух ты, успел отбежать, надо добить, надо добить, там мне, по-моему, манила денежку хотел отдать, в всяком случае, я что-то оранжевенькое увидел, ну, я не против, денежка нам не помешает, ну, вот, видите, шесть железа уже присоединено, можно пользоваться, ну, вот, надо на этих холмах поставить фермы, потому, что уже гражданская служба открыта, будет Париж расти шустрее, вообще, у меня Париж в этой игре самый большой город на карте, даже больше эфиопских, ну, и, как вы понимаете, отожранная столица, это хорошо всегда, через волю вы играете, через традицию, если есть возможность, есть счастье и так далее, то, ничто вам не запрещает отъедать столицу, так, странно, почему я рыцаря оставил в покое, опять Винтенберг становится союзником Эфиопии, постоянно никак я до него не доберусь, так, ну и, да, у Манилы, да, да, денежку, сколько, 210 рубликов, очень неплохо, ну и что, что ты меня перестал любить, а вон там еще одна трирема у моего соперника прячется за Манилой, он, наверное, думал тоже у нее дань попросить, вот, могу уже голиасов купить, но будем копить деньги на апгрейд голиасов во фрегат, если мне изменяет память, то каждый апгрейд будет 110 золотых стоить, так что денежки нам понадобятся, да, против морских юнитов, будем охранять пока крабиков, а стрелемами вот разбираться с помощью арбалетов, а вот, и бубух, 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 не ожидал, но его сейчас он уведет тререму оттуда свою, так, так вот, стоило бы порт построить, а потом еще и когда откроем фрегаты, там, забываю, как это здание называется, тоже, которое добавляет молоточков от рыбацких лодок, точнее, от клеток, которые обрабатываются городом, и еще увеличивает скорость постройки кораблей, но мастерские тоже неплохо для ускорения производства, так что пускай будет, ну и великое противостояние под Леоном продолжается, у него такая линия юнитов, блин, только зря я этого рыцаря как-то оставил, так, ну и по демографии, смотрите, у меня больше населения совсем чуть-чуть, о, у него очень так конкретно больше производства, ну, он, видимо, раньше меня открыл мастерские, поэтому у него там, видите, на 3% больше наука, то есть он вот эти дешевые техи открывал, явно построил их, и плюс еще вот это национальное чудо заводик, ну, когда вот все мастерские у всех построены, я забыл, как это называется, ну, и пантеон еще у него, помните, у него пантеон, который плюс молотки к рыбацким лодкам добавляет, так что мне вот это производство надо бы как-то компенсировать, надо догонять его в этом плане, меня это очень сильно волнует, ну, вот сейчас закончим, как бы, вот я говорил, что у него столица на берегу, это нам и плюс, но с другой стороны и минус, потому что если он пойдет к кораблям, то ему будет намного проще их строить, ну, вот видите, насколько у меня столица больше, чем у него, единственное, что, да, давайте посмотрим, что он там делает, National Epic, скоро у него ученый родится, кстати, у него, наверное, уже один ученый родился от Великой Библиотеки, он явно его поставил в, ну, Академию построил, ну, он неплохо, очень такая производственная столица, и он может в ней строить строить корабли, если он, конечно, к ним идет, а я надеюсь, что он к ним не идет, он идет по нижней ветке, чтобы военными юнитами меня напрямую, еще лавен там мне сейчас денежку даст, очень хорошо, я заглянул, очень хорошо, у меня уже денег, считайте, на 6 апгрейдов, как раз вот из этих 6 глиасов построю, можно, есть на что апгрейдить, еще на 5 вперед ходов, видите, ничего не происходит, у меня тут великие пророки рожаются, рождаются вовсю, ну, и строятся глиасы, и один ход до открытия фрегатов, вот тут я допускаю небольшую ошибку, ну, это как бы помарка, это не такая уж сильная ошибка, надо было здесь переключиться в исследовании на другую технологию, оставить этот один ход навигации, открывать другие технологии, дождаться, когда в городах построятся все глиасы, которые у меня к этому времени строились, ну, вот видите, Лавента и Манила перешли в буддизм, поэтому я сейчас буду великого пророка использовать, ну, до Лавенты может и далековато, но Манилу надо опять возвращать в иудейскую правильную веру, так вот, надо было, чтобы достроились все глиасы и только тогда открывать навигацию, чтобы апгрейдить их в фрегаты, а так у меня получилось, что у меня следующим ходом откроется навигация, и практически во всех городах глиасы еще не были достроены, они как бы во время строительства проапгрейдятся во фрегаты и будут дольше строиться, а так как у меня много денег, я мог бы их уже построить и апгрейдить во фрегаты, у меня таким образом флотилия появилась бы намного раньше, это все очень важно учитывать, как и учитывать наличие железа, кстати, а то я очень часто играю, иду к фрегатам, забывая о том, что а железа-то у меня нету, ну, я, видите, тут в Париже строю все чудеса, которые возможны, просто потому, что мне в нем больше нечего строить, нету смысла строить армию, потому что мой соперник спокойно может ее отбить, мое нападение, ну, и, соответственно, как и я его нападение могу отбить, так что тут ничего сложного, ничего опасного, лучше так сказать, но вот я сейчас попытаюсь как-то к Лавенте пробраться и обратить ее в правильную веру, в правильную еврейскую веру, жалко, я не знаю, идет ли мой соперник, а, вон, смотрите, он тоже великого пророка куда-то тянет, так, вот я не знаю, видит ли он своей триремой моего вот этого пророка или не видит, ну, вот как-то так я его попытаюсь, во всяком случае, все равно у него трирема только на четыре хода ходит, так что он может не добраться до него, а, смотрите, тут перехватить нельзя, все время забываю, что перехватить нельзя, что просто ранить, так что можно было подставлять под трирему, но, с другой стороны, не хочется, я не хочу, чтобы он видел моего пророка, он может тогда клавинти быстренько рыцаря перекинуть и перехватить пророка там, но еще пророк может обращать город прямо с воды, главное, в соседнюю клетку переместиться, ну, вот, я уже апгрейдю, апгрейдю на следующий ход, потому что сейчас все переключится с голиасов на строительство фрегатов, и скорость в течение времени постройки отодвинется на неопределенный срок, так, тут я пытаюсь выиграть, чтобы я смог и лавенту обратить, и пророка не потерял, вот, пять ходов, вместо того, чтобы следующим ходом уже получить голиас и апгрейдить его во фрегат, то есть у меня фрегат был бы через два хода, грубо говоря, получается, мне придется сейчас ждать пять ходов, вот это только из-за того, что я не подождал, ход не отложил на ход открытие навигации, так, ну, я тут пользуюсь шифтом, чтобы обратить лавенту, не знаю, перехватит ли он моего великого пророка, по идее, не должен, потому что, видите, жители лавенты очень классно выставили свои арбалеты и пикинеров, так, чтобы никакие юниты соперника не смогли подобраться к моему веселому пророку, вообще, конечно, интересно, вот, что цивилизация позволяет моделировать разные исторические ситуации, которые никогда вообще, в принципе, в мировой истории не случались, понятно, что Эфиопия с Францией, ну, в таком случае, мне ничего не припоминается такого, то есть, может быть, какие-нибудь стычки и были, я вот помню войну Италии с Эфиопией, перед Второй мировой, когда там император Эфиопии Хайли Селаси выступал в Лиге Наций по этому поводу своим писклявым голосом, вообще, конечно, на самом деле мерзкий тип этот Хайли Селаси, но это уже как-нибудь потом я вам порассказываю, а вообще близкая, вот мне хочется, если Францию брать, то, пожалуй, самая близкая аналогия, это египетский поход Наполеона, еще когда он не был императором, у него было еще руководство в конце 18-го, в начале 19-го, я не помню точно какие там года, по-моему, 1798-й, 1801-й, вот в эти года он ходил и Бенапарт тогда был генералом и чтобы как-то возвыситься, точнее, не как-то возвыситься, он уже был, уже возвысился, но чтобы еще больше укрепить свои позиции, ему нужны были всякие победоносные кампании, и вот он выработал план экспедиции для занятий Египта, чтобы помешать Англии в ее торговых путях из Индии в Англию и убедил директорию в том, что Франции просто необходима колония на Красном море, потому что оттуда ближе всего к Индии, но так как уже тогда Бенапарт был популярен и директории не нравилась эта популярность, они очень радостно его отправили, смотрите-ка, у Эфиопии уже есть фрегаты, черт, все-таки я не смог незаметно для моего соперника добраться до фрегатов, жаль, жаль, да, но теперь только вопрос, у кого их больше будет, и тогда видите, он уже обстреливает мою каравеллу фрегатами, вот видите, я тут очень неправильно подвинул каравеллу, теперь мне убежать оттуда будет сложно, потому что я только на одну клетку смогу передвинуться следующим ходом, да, ну, что ж, достраиваю флот и иду все равно нападать, ну, так вот, директория была рада избавиться от Бонапарта, у которого популярность уже повысилась, и они его из Парижа радостно отправили в Египет, отдав ему итальянскую армию и флот. Идея вообще этой египетской экспедиции в том, что надо выкуривать Англию из Азии, Северной Африки и завоевание Египта было одним из самых лучших в этом плане мероприятий. Ну, вот, видите, пытаюсь свалить своей каравеллой от фрегата, чтобы у меня каравеллы нужны, чтобы города захватывать, обстреливать мы их будем фрегатами, а захватывать каравеллами. Но вот еще неплохо в принципе приватер капер, капер по-русски, он в русском переводе построить. Это корабль, напомню, который может обращать вражеские корабли на свою сторону. Очень, кстати, классный юнит, рекомендую. Три-четыре капера при поддержке пяти-шести фрегатов это армия, которая будет автоматически пополняться новыми и новыми судами. Но для того, чтобы обратить корабль чужой на свою сторону, надо при атаке капера полностью снять оставшиеся хитпоинты. Тогда этот вражеское судно там с некоторой вероятностью, по-моему, где-то 67%, но зависит от силы вражеского судна, переходит на вашу сторону с половиной хитпоинтов. так, чуть-чуть шагнув вперед, но что, успею я спасти? Не успел спасти свою каравеллу, к сожалению. Жаль, почти убежала, почти. Но у меня уже построено шесть фрегатов, у меня есть шесть фрегатов, надо их формировать в ударный кулак и идти завоевывать все любое. Возвращаемся к египетскому походу Наполеона. Вообще, как бы, тогда Египет считался принадлежавшим Османской империи, но на самом деле де-факто он был независимой такой территорией, которая проводила собственную политику и находился под влиянием Англии. И по своим там дипломатическим каналам французы с турками договорились, что Османская империя не возражает. по поводу действий Наполеона Бонапарта с его армией. Ну, подробнее о, смотрите-ка, что тут происходит. Кто-то пытается свои войска в тыл мне. Вот он, кстати, не видит, что я его вижу, потому что обзор у фрегатов больше, чем у вот этих юнитов. Так что покеда лучник. Посмотрим, больше тут никого нет. что надо. А нет, есть, вот еще и рыцарь плывет. Ну, в принципе, тоже правильные действия с его стороны, просто потому что эти войска без дела там у него сидят, как и мои войска. Я с таким же успехом и я мог отправить в свои какие-нибудь там подразделения, переплывать океан, чтобы напасть с той стороны. вот видите, у меня тут стоит четыре арбалета и три рыцаря. Вот я, на всяком случае, укрепляю иудаизм в Леоне. И эти... Тут так много для обороны Леона войск не надо. Вполне можно тоже было арбалета и рыцаря отправить плыть в сторону эфиопских берегов. В общем, поход Наполеона в итоге вы, если вы хотите подробностей, то погуглите, почитайте историческую литературу, но в итоге он завершился неудачно для французов. Так, что-то там мой соперник построил какое-то чудо очередное, судя по звуку начавшегося хода, надо глянуть, что за оно. Неудачно для французов главным образом потому, что далековатый Египет от Франции находился и логистик... А, вот он все-таки построил. Вы смотрите, он успел построить и... А, он, наверное, знаете что? Он, наверное, вот эту Пизанскую башню построил, но взял с нее великого ученого, плюс у него великий ученый был от очков великих людей, вот помните, мы там недавно смотрели, он этих двух ученых спалил на то, чтобы дойти до навигации, вот откуда он получил фрегаты, все понятно, вот каким образом он поступил. Интересно, интересно, он все-таки сообразил, что я тут готовлю нападение с помощью своих фрегатов и успел тоже к ним прийти. тут единственный вопрос, у кого армия фрегатов больше, надо их концентрировать в кулак и идти завоевывать, ну далековато, конечно, немножко до столицы, но у меня аж семь клеток движения фрегата, потому что у меня, так-то у них пять, но у меня построен великий маяк, и, а вот смотрите, тут еще какой-то город у него, то он своим поселенцем плыл аж сюда, чтобы город поставить. Интересненько. Великий маяк и взята социальная политика с коммерцией, которую еще добавляют, а вот где, куда рыцарь у него отплыл. Давайте-ка мы рыцаря тавой. Да, вот отсюда будем стрелять. Так, на всякий случай не сразу передвигаюсь, чтобы осматривать окрестности. Так, ну пока его флота не видно, что радует. Ну, ну стреляем. А, я не хватил очков движения, вот это я дурачок. И не смог еще и убить его, блин. На всякий случай защитим адмирала. Мало ли, тут корабли очень быстро передвигаются. Так, ну, что, все-таки, видите, он убрал. Ну что, тогда попробуем этот Гондор взять. Почему Гондор? Это что-то из Властелина колец. Неужели в Эфиопии такой город есть? Вот откуда черпал вдохновение Толкин-то? Да, и надо университеты построить. Тоже последний фрегат. Значит, у меня пять фрегатов, и еще один достраивается, видимо. Жалко, конечно, что я не смог, вот из-за того, что я навигацию открыл так рано, надо было все все-таки достраивать фрегаты. У меня бы такой кулак из шести фрегатов сразу перся. Это очень такая сила, с которой сложно воевать. В общем, в Египте Наполеон, который, в принципе, понимал истинное положение дел, и что его подставили, собственно, отправив в Египет, чтобы подальше его от из Парижа спровадить, старался вначале своими офигенными победами замаскировать безнадежность положения и размеры, навязанные им Францией, стратегической ошибки, но при первой возможности свою армию покинул, даже не дожидаясь печальной развязки. Но, тем не менее, вот именно эта экспедиция Наполеона привела к росту интереса к древней истории Египта. В результате экспедиции было собрано и вывезено в Европу какое-то дикое количество памятников истории. В 1798 году был создан институт Египта во Франции, который положил начало масштабному разграблению наследия древнего Египта. И весь XIX век прошел под вывезением из Египта всяческих штук. Но я воюю не против Египта, а против Эфиопии, которая южнее Египта находится. До нее Наполеон не добрался, так что мы тут имеем такое, так сказать, историческую постановку новую. сами рисуем историю событий. Так, ну что у нас тут с флотом? Вот флот соперника я уже вижу на горизонте. Гондор, похоже, мне взять не придется. Пока отойдем на расстояние, чтобы меня не было видно, но при этом, чтобы мы могли еще ходить, потому что у меня на одну клетку явно больше движения, и этим надо пользоваться. Ну, мои наземные юниты все стоят в той же боевой готовности, тут у нас ничего не происходит. Ждем каких-нибудь движений со стороны флота соперника. Я бы, конечно, Гондор пообстреливал, но в данном случае это бесполезно, потому что мне нечем его брать. У меня нету каравеллы или капера. Вообще, по-хорошему, конечно, стоило бы построить капер или каравеллу. У меня в каком-то из городов, по-моему, каравелла все-таки строится. Ага, вот и флот соперника. Ну, что ж, давайте теперь попробуем его обстрелять. у меня еще остались ходы, хода. Я думаю, что и мой соперник не дурачок, точнее, я это знаю, и явно у него тоже будут хода, ходы. Боже, сложный русский язык, согласитесь. Посмотрим, как кто из нас сейчас быстрее будет передвигать корабли. Конечно, желательно сосредоточить огонь на каком-то одном из кораблей и не потерять при этом генерала и еще и не подставиться под обстрел Гондора. Так, начинаем. Первый пошел. Второй пошел. Я вот сюда, видите, он может, конечно, передвинуть своего арбалета, но он ход при этом потеряет, потому что у него там речка между городом и клеткой, куда арбалет передвинуть. Да, все-таки вот этот бонус у Эфиопии плюс 20% очень классный. А, потерял все-таки один фрегат. Блин, он еще и вылечил. А, он использовал полковод адмирала, чтобы вылечить. Ну, неплохо, почему нет? Думаю, кого обстреливать. У меня, видите, тут все-таки преимущество в кораблях, 3 против 2, и я смогу, надеюсь, следующим ходом все-таки один из кораблей уничтожить. Плюс у меня тут еще достраиваются. Еще один фрегат начинаем строить. У меня будут постоянно в моих приморских кораблях фрегаты строиться. Ну, я вам проматываю все события на... Вот, успел убрать все события на... Не на море, потому что все самое интересное происходит на море. Видите, он отступил своим флотом, и я решаю сейчас весь свой флот перебрасывать к Лалибелле, потому что столица защищена флотом, а вот Лалибеллу вполне можно взять, тем более, что он отступил вниз, у него, ему, чтобы вернуться обратно, потребуется несколько ходов. Ну, несколько, точнее, два хода. У меня будет два хода, чтобы обстреливать Лалибеллу. Ну, тут еще варвары мешаются. это кораблик варваров, а не Эфиопии. В столице моя все продолжает чудеса строить. Главное, вот, чтобы эту каравеллу Эфиоп не заметил и не убил, иначе мне будет нечем брать город. Ну, опять же, стараюсь вам тут по минимуму показывать, что я тут строю. В столице вообще вот с одной стороны, конечно, и хорошо, что у меня столица не на море, с другой стороны, вот видите, сейчас бы не помешало. Вот он своей столице фрегаты строит вовсю. О, у него еще великий ученый там в запасничке находится. Да, ну, ведем, пока не видно соперника, подводим флот к его самому крупному городу. Кстати, Лалибелла у него самый крупный город. Видите, 15. Два оленя у него, там, две рыбы, краб. Ну, в принципе, вы знаете, практически точно такие же ресурсы рядом с Марселем-то у меня. Но он свою Лалибеллу отожрал намного круче, чем я, Марсель. Ну, видимо, потому что он раньше ее поставил, потому что у меня Марсель, по-моему, последним городом был, да, надо было его раньше ставить. Ну, вот, блин, у него уже какой-то фрегат под Лалибеллой, но я думаю, что он в единственном числе, поэтому бросаемся на штурм. Надо, надо брать Лалибеллу, потому что это будет очень большой удар по экономике соперника. Я бы ее даже разрушил, если взял, потому что, ну, нафиг она там стоит. Абсолютно бесполезный город. Так, да, то есть мы там пройти можем, это я к тому, что постепенно пододвигаем и начинаем обстрел. Давай, фигакс. Первый пошел, то есть это я стараюсь, чтобы еще и под Лалабеллу не подставиться. Второй пошел, третий пошел, к сожалению, не убиваю фрегат соперника. Интересно, он там ведет свой флот снизу? По идее, должен вести, конечно, уже, потому что иначе Лалабелла падет. Ну, вот этот единственный фрегат, который защищался, уничтожен. Так, ну, наверное, против морских юнитов надо промоушен. А, вот идет его флот, убираем быстренько фрегат. Ну, блин, вот я, ну, че ж я туплю-то, елки? Ай-яй-яй, блин, Каравеллу надо еще девать куда-то. Ну, быстрее соображай, Леша, ну, елки-палки, ну. Так, надо начинать Лалабеллу обстреливать. Блин, ну, 4 против 5. Прям не знаю даже. То есть, у нас примерно одинаковый тут флот, одинаковые силы, потому что у него же еще плюс 20%, то есть, считайте, что как раз вот к 4 фрегатам если еще 20% добавить, то это как раз будет, ну, практически 5 фрегатов. Так что с одинаковым мы силой вот он тоже бросается вперед. Так, ну что, мне тут хватит вообще очков передвижения. Так, и надо, наверное, все-таки Каравеллу и уничтожать этот фрегат. Если уничтожу флот, то и уничтожу, то смогу и Лалабеллу взять. Не уничтожу, значит, блин, надо лечиться. Надо сейчас флотоводцем лечиться. Конечно, хорошо, что он мне тут помогает. Итак, я вылечиваюсь флотоводцем. К сожалению, не вылечивается Каравелла, чего я очень хотел. А мой соперник отступает. Обратите внимание, он своими фрегатами отступает. Ну что, вот я думаю, идти фрегат и его долбать, или все-таки на Лалабеллу нападать. Спрячем Каравеллу пока, чтобы ее никто не видел. И пойду-ка я все-таки воевать Лалабеллу. Лалабелла. Да, смотрю, что мой корабль спокойно проходит. Вот, замечательное место для обстрела. О, как сколько много забирает. Ну, в принципе, два хода мне хватит. Тут такое свободное место. Он возвращается своими фрегатами. Будет... еще подвел подвел арбалеты. На всякий случай занял место перед городом, чтобы он не мог свои юниты сюда выставить. И я мог спокойно захватить город, если что. Так, ну что, следующим ходом можно Лалабеллу брать. Явно мои фрегаты очень хорошо обстреливают. Он судорожно пытается всех юнитов туда перекинуть. Раз так, то можно начать нападение со стороны Леона еще. Плюс к тому же. Вот видите, он рыцарь сюда перекинул именно для того, чтобы вывести его перед войсками. поставить... Так, мне хватает хода, чтобы захватить Лалабеллу. Единственное, что фрегат, к сожалению, может обстрелять мою Каравеллу. И... я могу потерять там... А-а-а... Убегаем, убегаем! Черт! Это очень плохо. Потому что мне Лалабеллу брать теперь нечем. Просто нечем лечим, лечим, лечим. Вылечился. Да. Теперь приходится спасать свой флот, потому что обстреливать Лалабеллу нету смысла. Но давайте его, эти фрегаты, попробуем какие-нибудь затопить. Так, один мой фрегат готов. Против морских юнитов промоушен делаем. А этим надо спасаться куда-нибудь. Полечим его в Марселе. Да, три фрегата осталось от моей веселой компании. Как тут не вспомнить тот мой прокол с навигацией. Так бы я намного быстрее получил бы флот и намного веселее. Пошло бы точно Лалабеллу захватил. Ну, а здесь пока там у меня идет нападение на Лалабеллу, здесь можно и в тылу в Хараре поразвлекаться. Потому что большая часть войск у соперника оттянута к Лалабелле. Правда, я думаю, что следующим ходом он их быстренько вернет обратно. Итак, начинается очередной ход. Здесь я пытаюсь добить, да, добиваю фрегат противника и начинаю обстреливать следующие фрегаты. Жаль, жаль, не удалось Лалабеллу взять. Ну, что ж, можно еще построить фрегатов-то. пока у нас такой размен в принципе равнозначный. Не сказать, что как-то так попаду я. Нет, не достреливает, к сожалению, арбалет до того арбалета и ход у моего рыцаря закончился. Не смогу я захватить пока. А, нет, еще один ход есть, а что тогда не убить арбалет? А, я, видимо, уже нападал на кого-то этим рыцарем, поэтому не могу арбалет убить временно. Ну, опять я пропускаю все наземные хода. Тут самое важное происходит на море. Видите, он очередного моего фрегата убивает. Теперь три фрегата. Ну, похоже, этой армией тут настает конец. О, еще пришло. Ну, не буду уже тянуть кота за хвост. Признаюсь, что я тут через несколько минут сдамся. Это, наверное, то, о чем я и говорил в начале видео. Возможно, вот этот результат вас разочарует. Но я объяснюсь. Дело в том, что вот, ну, как вы помните, в середине видео мой соперник отказался от участия дальнейшего в турнире. И игра с ним превратилась в не очень приятное занятие. Не в том плане, что он плохо стал играть, а в том, что мы играли где-то час каждый день, и он просил все время откладывать партию. Давай отложим, давай отложим. В общем, если помните, у нас тот разговор был в пятницу, значит, мы там сыграли в пятницу, сейчас в субботу. Вот это мы играем в воскресенье. И тут бы, вот видите, у меня не удалась эта атака, конечно, там много фрегатов, но я тоже строю фрегаты, я бы его атаку на свои города отбил. То есть, тут еще долго можно воевать, в принципе, опять же, у нас равное положение по темографии и так далее, и так далее. И проблема в том, что на меня уже стали давить участники турнира, типа того, что твой соперник уже сдался, что ты продолжаешь с ним играть, давай уже закончим матчи турнира. Я хотел все-таки довести до какого-то логического завершения это видео. Вот в данном случае пускай будет такое завершение, я сдался. Конечно, не получилось взять реванш у китайца, но сами понимаете, если бы это было, если бы мы дальше продолжали именно турнирную партию, от которой бы влиял мой выход или не выход в финал, я бы играл по-другому, я бы не ломился так сломя в голову на Лалибеллу, я бы сам себе сказал, что вот, ну, я сейчас пробую, если я беру Лалибеллу, значит я победил и игра закончится. Если я не беру, то я сдаюсь и тоже заканчивается игра, чтобы можно было быстрее продолжить дальше значимые турнирные партии. Прошу прощения у тех, кто хотел здесь увидеть борьбу до конца, к сожалению, ну, я все-таки в этом веню своего соперника, потому что, ну, невозможно играть каждый день по часу, все-таки надо либо сесть и закончить партию, там, хотя бы по три часа в день, чтобы, ну, это серьезно было. Он, видите, он уже мыслями в другой игре, ему интересно другое, да, я не смог взять у него реванш, но, тем не менее, выхожу в финал лузеров. И в финале лузеров я сыграю с LGLHLDM, мой соперник такой, когда-то я с ним играл, можете посмотреть, найти у меня на канале видео плавучие сады ацтеков, увидеть, я с ним уже играл, дуэль, ну, и вообще, часто мы с ним играли, правда, не дуэли, а групповые игры, и вот, дальше мы с ним будем бороться за выход в суперфинал. Спасибо, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша играет, подписывайтесь на него, рассказывайте всем друзьям и знакомым, ну, и в комментариях, пожалуйста, очень вас прошу, не рассказывайте итог этого матча, и вот, ну, и не пишите о том, что китаец, вот, снялся с турнира, пускай уже люди, кому надо, тот посмотрит и увидит, ну, и, естественно, мне вот интересно, такой итог игры разочаровал вас, не жалко ли вам было смотреть это видео, если все-таки вы считаете, что вы зря потратили свое время, то вот об этом как раз в комментариях напишите, чтобы другие зрители знали, что может быть это видео не стоит смотреть, хотя я об этом предупреждал в самом начале. Все, еще раз спасибо. Спасибо.